Очевидцев этого события оказалось достаточно много. Их истории звучат примерно одинаково. Во вторник, 27 февраля, на одной из остановок по улице Ленина в маршрутное такси заходит группа младших школьников. Практически все из них моментально достают мелочь и оплачивают проезд. И лишь последний зашедший мальчик, стоя у двери, начинает искать деньги в рюкзаке. Водитель начал возмущаться. Почему ты так долго ищешь? Давай быстрее. Женщина начала заступаться за него. Говорит, ну сейчас ребенка найдет. Он говорит, а вдруг он не найдет и не заплатит. И на следующей остановке, когда доехали, он его попросил выйти. Ребенок засмущался, вышел, ну маленький был. По словам очевидцев, в тот день температура на улице достигала практически минус 20 градусов. И чтобы не оставлять мальчика мерзнуть на улице, одна женщина предложила заплатить за него. Женщина начала ругаться. Говорит, заходи мальчик, я за тебя заплачу. Ну он маленький, он засмущался. Я в окно смотрела. То есть он говорит, нет, я останусь. И водитель просто поехал дальше. Подобное равнодушие вызвало у тех, кто сидел в маршрутном такси, шквал эмоций и негатива в адрес водителя. И по словам Ани, когда она выходила на свои остановки, спор о том, прав он или нет, все еще продолжался. Из уст водителя звучал лишь один аргумент. Водитель в ответ на это сказал, говорит, меня за мной следят, то есть отвелся я в кого-то бесплатно или не отвез, он говорит, что меня за это будут ругать. Вскоре на водителя подали заявление в прокуратуру. И сейчас идет расследование этого инцидента. В следственном комитете нам сообщили, что в возбуждении уголовного дела, скорее всего, будет отказано. Чтобы пролить свет на эту ситуацию, мы связались с самим водителем. Тот самый водитель, высадивший мальчика, который долго искал деньги на оплату проезда, согласился с нами встретиться. Однозначенного им же времени прошло уже полчаса, но водитель так и не появился, да и на телефонные звонки больше не отвечает. В социальных сетях опубликованы комментарии, что в маршрутное такси села группа ребят 15-16 лет и спрятались в конце автобуса, не заплатив за проезд. Самого мальчика нам тоже удалось найти и оказалось, что он ученик начальной школы и ему всего 10 лет. Родители мальчика давать какие-либо комментарии отказались. Ситуация, которая разрослась вокруг их сына, им неприятно и обсуждать ее нет никакого желания. Спустя несколько дней уже другое маршрутное такси преподнесло еще один неприятный сюрприз. 2 марта на пульт пожарной части поступили сообщения от жителей города, что на улице Харитона загорелся пассажирский ФИАТ. Машина прибыла через 5 минут после вызова, то есть по месту я прибывал вместе с ними, происходило открытое горение уже всего автомобиля. Подали ствол пены и полностью ликвидировали горение в течение 8 минут. К счастью, обошлось без пострадавших. Водитель маршрутного такси услышал запах горелого и сразу же высадил пассажиров. Официальной информации о причине возгорания пока нет. А по словам владельца ФИАТа, подвела проводка автомобиля. Мария Рунич, Константин Островский, Владимир Исеников, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.